Его выступление невозможно, тем более, что непонятно, что он произносил от себя, а что говорил, зачитывая, непонятно кем, когда и как написаны прокламации. Но в любом случае, конечно, он несет ответственность за сказанное, коль скоро эти вещи прозвучали. Мы, в принципе, не будем обсуждать в Совете Безопасности ситуацию в Крыму, по крайней мере, под рубрикой «Обстановка в Украине». Но одно его утверждение является просто провокацией, грубой провокацией. И я не могу на это не реагировать, что якобы татарское население Крыма считает, что будет третий акт геноцида против них и так далее. Это просто вранье и грубая провокация. Потому что конституции новой, уже принятой Крыма, закреплен, например, татаро-крымский язык, как третий язык государственный Крыма, чего раньше никогда не было, наряду с русским и украинским, представителям татаро-крымского населения зарезервированы высокие посты во всех министерствах и ведомствах Крыма, чего раньше не было. И теперь татарское население Крыма будет пользоваться тем, что его социально-экономические и прочие вопросы будет решать не только руководство России, которое этому уделяет необходимое внимание, но будет это делать с помощью Татарстана, одного из самых крупных, мощных и благополучных субъектов Российской Федерации. Договоренность между руководством России и руководством Татарстана о том, что они будут работать сообща, уже имеется. Так что насчет татаро-крымского населения можете, уважаемые господа, не беспокоиться. А на протяжении всех тех двух с половиной лет, которые Крым находился, или я имею в виду после независимости Украины, двух с половиной десятилетий, татарское крымское население занималось тем, что, как мы по-русски говорим, мыкалось. Вот теперь это состояние будет прекращено, хотя, вероятно, на это потребуется определенное время. Теперь уж совсем тема, не подходящая для Совета безопасности, но украинский коллега неправильно воспроизвел то, что мной было сказано в отношении русского языка на Украине. Я сказал, русский язык последовательно вытесняется из оборота. И это действительно так. Но новое руководство, Ваше, Юрий Анатольевич, первым делом отключило русские версии сайтов всех министерств и ведомств. Известно, например, Вы привели цифру, у меня много цифр, я проведу одну цифру, один факт. Вот, по моим данным, в Киеве 195 русских школ, которые были в 1990 году, осталось 5. А во все университеты украинские, чтобы поступить, надо пройти собеседование на украинском языке. Украинский язык, хотя близок к русскому, но все же язык, требующий отдельного изучения. Поэтому русским затруднительно на украинском языке пройти собеседование при поступлении в университеты. Ну, это большая тема, требующая отдельного разговора и обсуждений. В том числе права украинцев в России. Украинцы в России не проживают компактно, в отличие от русских на Украине. Но теперь я хочу перейти к несколько слов сказать по поводу выступлений других коллег в Совете безопасности. Наше обсуждение, разумеется, во многих отношениях начинает напоминать заезженную пластинку. Ну, действительно, мы одиннадцатый раз уже обсуждаем эту тему в разных ракурсах. Но некоторые вещи все же удивили в том, что было сказано сегодня моими коллегами. Ну, например, британский коллега сказал, что Россия должна пояснить свои озабоченности. Мы многократные официальные заявления делали на самом высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, где поясняли свои озабоченности. И наша делегация здесь, в ООН, многократно выступала в больших деталях, высказывала наше представление о том, как мы сообща вместе с украинцами, вместе с теми членами международного сообщества, которые готовы пойти на это, предлагаем работать для того, чтобы помочь Украине выйти из кризиса. А все еще некоторые ждут, когда мы разъясним свои озабоченности. Может быть, вы просто не слушаете или не хотите слышать? Но это уже другой вопрос. Теперь второй аспект этого дела. Хорошо, конечно, услышать и понять наши озабоченности, но главное-то понять озабоченности народа Украины, главное в данном случае понять озабоченности народа Юго-Востока и Юга Украины. А что было сделано вот украинским, киевским новым руководством для того, чтобы выслушать эти озабоченности? Поехал господин Яценюк в Донбасс. Он даже не встретился ни с кем из протестантов. Он встретился со своими друзьями, олигархами и там людьми, которых он же или киевское руководство назначило на разные посты. Ну, правда, сказал правильные вещи, которые потом же, по сути, были опровергнуты его коллегой, господином Тюгнюком Турчиновым. Который на следующий же день заявил, что надо военную силу использовать против юго-восточных регионов. Теперь, уважаемая коллега, представитель Соединенных Штатов, сказала правильные вещи. Что нехорошо, когда оппозиция вооружается. Что нехорошо, когда оппозиция захватывает административные здания. Но только досадно, что это понимание пришло слишком поздно к представителю Соединенных Штатов. Почему бы вам не заявить об этом в январе, предположим, когда в Киеве проходили бесчинства, которые на несколько порядков превышали то, что наблюдается в городах Восточной Украины. Почему бы то же самое не сказать представителям Соединенных Штатов? Или здесь в ООН, или в Вашингтоне, или в многочисленных контактах с киевскими властями. Тогда бы и кризиса, может быть, этого не было. Ну, конечно, нехорошо, когда гражданские люди берут оружие в руки, но вот в Киеве, когда стал вопрос об разоружении всяких нелегальных формирований, прозвучала такая цифра, что на Украине хождение имеет 3 миллиона единиц оружия. Нелегальное хождение. Ну, как же тогда людям, которые беспокоятся о своем, так сказать, благосостоянии, пытаются как-то защитить себя, не вооружаться? Наверное, их можно понять, хотя с точки зрения, так сказать, законности в обычных условиях это, конечно, вызывает вопросы. Теперь французский коллега, очень хорошее словцо, термин применил, виртуальная реальность. Виртуальная реальность. И вот действительно у меня тоже этот термин крутился в голове, когда я слушал некоторые выступления коллег. Так, пришли люди вооруженным путем к власти в Киеве. Многие из них имеют такую репутацию, что вы бы сами им год назад руки не подали бы. Руки не подали бы. Европейский парламент принимает резолюцию в 2012 году, когда они оказались в парламенте, что с ними нельзя никаких коалиций создавать. Они вам чего-то обещают вроде бы. Из своих обещаний ничего не выполняют. Ну, например, выполнили обещание разоружить кого-то в Киеве. Ничего не выполнено. Расследование тех бесчинств, которые произошли в февральские дни в Киеве, и, может быть, до этого, на протяжении этого кризиса, разве было проведено? Объективное. Появился генеральный прокурор, который тоже представитель известной партии, и сказал, что во всем виноваты предыдущие власти. И вот они вам что-то обещают, кто-то из них. И вы это принимаете за истину сразу. Что вы такие наивные, что ли? Вы такие наивные. Вот каждый раз, когда... Вот интересно, это, между прочим, не первый раз уже наблюдается здесь у нас за последние годы. Вот почему-то некоторые наши западные коллеги думают, что если какой-то переворот вооруженный, лучше вооруженный, то обязательно демократы придут в власти. Вот обязательно должен быть, так сказать, Томас Джефферсон возглавлять все это дело. Ну где вы там видите людей, у которых была бы, ну извините, не хочется, вот из тех, кто сейчас у власти, у которых была бы действительно серьезная репутация, как политика, принадлежащего к демократическому образу мысли. Да не найдете вы таких людей. Теперь вот люди эти, псевдодемократы, сделали они что-нибудь для того, чтобы что-то похожее на демократию в самом Киеве-то возникло. В Верховной Раде одни драки, сгоняют силой те, кто там выступает, против них чего-то возражает. По-прежнему на Майдане военный лагерь, по-прежнему никто не разоружен из правого сектора и так далее. И вот эти демократы, не установив никакой демократию себя в Киеве, они теперь демократию, правопорядок, как некоторые коллеги сказали, путем посылки вооруженных сил пытаются установить на юго-востоке Украины. Вот понимаете, какая виртуальная реальность. Некоторые коллеги одобрительно упомянули выборы 25 мая, ну вот они готовятся, не знаем, как это все будет происходить, но у нас ведь обеспокоенность в чем? Вот в чем я должен согласиться с украинским коллегой? Не помню точное слово, которое он сказал, но как бы радикальный должен быть какой-то разрыв с прошлым, с проклятым прошлым. Должен быть радикальный поворот, действительно. Но ведь сейчас украинский народ призывают купить кота в мешке. То есть говорят, ты иди выбирай президента 25 мая, но совершенно непонятно, какими полномочиями он будет обладать. Каким государством будет руководить этот президент? Неясно, это будут большие полномочия, или может быть больше полномочий будет у премьер-министра. Но ведь совершенно был логичный путь намечен в соглашении 21 февраля. Сначала конституционная реформа, а потом уже президентские выборы. Нет, это все перевернули, и теперь вот продавливаются некие выборы, когда там избивают депутатов и так далее. Это разве демократия? Это разве путь к действительному разрыву с прошлым и построению новой демократической Украины? Ну и теперь самое последнее. Переговоры в Женеве, надеемся, они состоятся. Мы тщательно к ним готовимся, если они не будут сорваны какими-то безрассудными силовыми действиями на юго-востоке Украины. Но как на эти переговоры приедет Украина быть представлена? Как она будет готова? Как будут готовы наши западные партнеры? Для нас это большой вопрос. Открою, может быть, небольшой секрет. Некоторые коллеги знают, мы подыскивали разные форматы возможности привлечения представителей регионов. Коль скоро власти сами не могут наладить диалог, может быть, посредством этого формата. Но мы услышали негативную реакцию на это наше предложение. Посмотрим, чем закончится Женевская встреча. Конечно, нам бы хотелось, чтобы она закончилась тем, чтобы Украина действительно встала на путь какого-то нормального развития, когда все бы регионы поняли, что их ждет завтра. Все этнические группы, религиозные группы поняли бы точно, что их ждет завтра. И тогда уже смотрели бы вместе, как заниматься экономическими проблемами Украины. А к этому диалогу мы тоже приглашаем наших партнеров, в частности, в известном письме президента Путина, направленном главом ряда европейских государств. Я благодарю вас, госпожа председатель. Продолжение следует...